Известны работы, представленные на соискание Государственной премии Республики в области литературы и искусства за 2020 год. В перечне книги, спектакли, кинофильмы, получившие общественное признание. Вауреатами традиционной ежегодной премии становятся ученые, писатели, художники и музыканты. В этом году на высокую награду претендуют семь работ. Две из них – это новые книги, переводы чувашской народной афористической поэзии и поэмы «Нарспи» на английский язык под названием «Сто стров». И история чувашского края в уникальных архивных документах. Она, в принципе, должна заинтересовать читателя и подтолкнуть его к изучению. Смысл не в том, чтобы ему все разжевать. Смысл – заинтересовать, поскольку это издание не сугубо научное, а больше именно такое популярное, рассчитанное на массовую аудиторию. Здесь, как мы думаем, любой человек, который даже не очень сведущий в гуманитарных дисциплинах или истории, но интересуется этим краеведением, спектром других гуманитарных дисциплин, легко поймет, о чем идет речь. Чувашский государственный театр оперы и балета представил на конкурс сразу две работы. Это балет Андрея Галкина «От силы рождения легенды», охватывающая историю многих этносов. И опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Масштабные постановки заставили по-новому взглянуть на творческий потенциал коллектива. Русский драматический театр выдвинул на соискание госпремии спектакль Александра Володина «Пять вечеров». Еще одна работа, способствующая развитию национальной культуры и преемственности поколений – республиканский фестиваль «Квест Детский Акатуй». В числе номинантов – фильм, рассказывающий о жизни и творчестве выдающегося поэта Чувашии «Люди-легенды» Михаил Сиаспель. Государственная комиссия с учетом критериев рассматривает все заявки. Открыто голосование и на сайте Народного контроля Чувашии. Оно продлится до 24 апреля. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.